Сегодня в Забайкальском краевом суде началось рассмотрение дела Борзинской организованной преступной группировки. В течение трех месяцев летом 2006-го банда совершала разбойные нападения на борзинских предпринимателей и их семьи. Всего участников банды пятеро. Четверо под стражей, один приехал из дома, он под подпиской о невыезде. Согласно материалам дела, на счету банды восемь преступных эпизодов. Молодые люди, сейчас им по 35-36 лет, в масках и с обрезами врывались в дома бизнесмена в Борзи и Шерловой горе. Брали деньги, ценные вещи, огнестрельное оружие. Убийств на счету ОПГ, к счастью, нет. Возглавим банду жителей города Борзи, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, вершиням. После допросов судьи выясняется, большая часть членов банды нигде не работают. Почти все имеют за плечами судимости. К налетам на бизнесменов тщательно готовились, собирали информацию, следили за автомобилями и жильем. Следствие отмечает, действия членов банды были слаженными. Использовались клички и четкий план действий. В зале суда подсудимые закрывают лицо от камер. Под угрозой применения ножа и пистолета похитили деньги и имущество на общую сумму 114 700 рублей. Никто из членов Борзинской ОПГ, находящихся под стражей, свою вину не признал. С обвинениями согласен только Мордвинов, содержащийся под подпиской о невыезде.